Чем больше кода копируют, тем меньше надо стать программистом. Что делать? Здравствуйте, ребята! Ребята, все просто. Проведите тест. Откройте файл. Вы его либо читаете, либо не читаете. Предположим, что не читаете. Что делать? Посмотрите, вот видео. Много, да? Людям понравилось. Сделаю не программиста, а профессионального программиста. Я показываю просто, как человек может вообще писать на любых языках программирования. Не бегите, еще один важный момент, кое-чего будет не хватать тогда. Не поймете еще кое-что. Я вас прошу проделать небольшую работу. Я дам два видео. Первое видео сделаю из не программиста, а программиста. Раз. А второе видео – базовый уровень. То есть, что вы считаете за базовый уровень? И что я считаю за базовый уровень? Теперь по таким сообщениям, их много, да, ребята, когда задают. Когда ко мне приходят люди, однажды один парень выразился вот так. Наверное, это более самоточно. В процессе того, что он изучал Python и пытался там JS и другие, он сказал, было ощущение, что я постоянно смотрю тысячную, двухтысячную серию и никак не мог найти первой. Вот я ему помог войти сначала, и все выстроилось очень успешно. Но я не буду вас нагружать, у вас хорошая работа сейчас впереди. Итак, складывайте в голове два принципа. Первый, который рассказан, сделаю не программист, а программист. Второе, что такое база, что вы считаете, а что реально надо считать. Ребят, это прямой путь к быстрому программированию. Быстро, в моем понятии, полгода-год. Но это быстро, это стабильно, и это будет работать. Спасибо. Спасибо.